Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Геллав Асадзе, и сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами Юрием Федоровым. Приветствую, Юрий. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Честное слово, мы не подгадывали, но просто вот так получилось, что сегодня в томник, а выборы Соединённых Штатов, столь долгожданные нами, почему долгожданные, вот сейчас я себе задаю вопросы, не могу на это ответить. Попали именно на этот день, на наш эфир. У меня вопрос, а вы за кого? За большевиков или за коммунистов? То бишь за Трампа или за Харьков? Если бы у меня было американское гражданство, я бы голосовал. Честно говоря, я бы, наверное, всё-таки голосовал за донора Трампа. Хотя, наверное, многие из моих друзей и коллег меня за это проклянули, потому как Трамп считается в российской, ну, такой интеллектуальной элите, ну, чем-то вроде исчадия дьявола, исчадия ада и, значит, таким дьяволом воплотим, но он, конечно, не вызывает больших симпатий, но всё же с точки зрения внутренней политики, внутрополитического развития в Соединённых Штатах, с моей точки зрения позиция республиканской партии более разумна, чем позиция демократической, и, ну, для сохранения тех устоев американского общества, на которых оно, это общество, формировалось. Но при этом, конечно, я бы всё же предпочёл таких традиционных республиканцев, которых условно называют, это очень условное название, конечно, там, Рейгановской командой или Рейгановской фракцией, или же там Буш, те, кто, значит, формировался во время президентства двух Бушей, ну, 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 что делать, что делать, вот мы имеем то, что имеем. Ну, хорошо, тогда вопрос следующий. А, кстати, вы вот сейчас к этому пришли, или же, в принципе, ваша позиция не менялась в ходе избирательной кампании? Вас убедил Трамп и его действия, или всё-таки вот эта позиция, она как бы традиционная за республиканцев? Традиционно я тоже как бы больше симпатии у меня всегда была к республиканцам, естественно. Нет, ну, у меня традиционно больше симпатии к американским республиканцам и их, ну, так сказать, аналогам в Европе, чем к людям и политическим силам левого толка, социал-демократического толка. Хотя, опять же, понимаете, очень трудно говорить о нынешней социал-демократии, потому что многие представители социалистической и социал-демократической вот этого направления в европейской политике и, соответственно, близкой к ним демократической партии Соединённых Штатов, в её современном варианте замечу, потому что далеко не всегда она была такой. На этой позиции, с одной стороны, она была и стратегическая линия левого крыла политического мейнстрима. Я не имею в виду крайне левых партий, разного рода троцкистские группировки, полутеррористические группировки, которые достаточно активную роль играли в Европе в прошлом. Но я бы сказал так, что эти политические силы, они выполнили свою историческую задачу, создав некое, решив целый комплекс проблем западного общества. Я имею в виду выстраивание такой системы взаимоотношений, которая купировала про появление радикально антисистемных сил, так сказать, левых, которые могли бы повторить в той или иной форме большевистскую революцию. Для этого нужно было найти пути и средства обеспечения определенного жизненного уровня, достаточно высокого жизненного уровня в европейском обществе. Ну и, соответственно, вот те самые социальные слои, которые могли и служили, вообще говоря, питательной базой для левого радикализма, на традиционного толка, такого традиционно-коммунистического толка, это 30-е и начало, самое, ну, 20-е и 30-е годы прошлого века. Эти силы, в общем, ушли в прошлое, хотя очень многие лозунги там социальной справедливости и так далее остались, но это уже не лозунги пролетарской революции, это же нечто иное. Да, но сегодня эти силы, повторяю, выполнив вот эту задачу, они, ну, перешли к гораздо более радикальной платформе, к гораздо более радикальной повестке, что вызвало в том, что, во-первых, ну, очень имеет, с моей точки зрения, имеет достаточно негативное влияние на перспективы развития европейского общества и американского тоже, но при этом порождает правый радикализм, вот такого трамповского толка, правый радикализм во Франции, скажем, связанный с именем Лепен, Марин Лепен и ее группировки, ее сторонников, скажем, вот эту самую, как это, альтернатива для Германии, AFD, да, не знаю, как Альтернатив für Deutschland, так она называется, так же, как и вот это вот, с моей точки зрения, негативный результат деятельности левого, ну, я бы не сказал радикалов, но левого крыла европейского мейнстрима и в еще большей мере это характерно для левого крыла о демократической партии в Соединенных Штатах, я имею в виду и проблему миграции, проблему, в общем, надуманную, в известной мере, с моей точки зрения, проблему вот этих всяких гендерных, трансгендерных, вот этих сюжетов, абортов и так далее и тому подобное, это не те, в общем, не те проблемы, которые, на мой взгляд, должны определять судьбу страны и судьбу нации, но они вышли, вот это парадоксально, но так оно есть, они вышли на первый план в американской внутриполитической повестке, что вызывает целый ряд вопросов, ну, хорошо, есть проблема абортов, но если эта проблема становится проблемой номер один в политической борьбе, ну, согласитесь, это свидетельство того, что общество находится в какой-то странной ситуации, я уж не говорю о проблеме трансгендеров и прочее, и прочее, ну, да, они могут быть, и я не собираюсь вмешиваться в эти сюжеты и как-то их оценивать, интерпретировать, трактовать, но при всем том, что, да, это есть такие проблемы, но нельзя ставить судьбу нации, повторяю еще раз, нельзя ставить судьбу нации в зависимости от такого рода сюжетов, ну, вот, вот, примерно так я бы сказал, то есть я сторонник традиционного, спокойного, спокойного такого консервативного, партии консервативного толка таких, ну, умеренных, а правый радикализм, естественно, естественно, он, как любой радикализм, он может обернуться серьезными трудностями. Само собой, я, конечно, собирался задать другой вопрос, но вы такую тему зацепили, которая сама по себе очень интересна. Смотрите, а вот что касается радикализма, вот радикализм, это не значит появление вот этого радикализма, радикальных трендов, не связано ли это с социальными системами, большей вовлеченностью неподготовленных людей, так сказать, простите меня за это выражение, ни в коем случае нет у меня снобизма в этом, не открепших душ в политике. То есть сейчас я всегда знал, что все знают о двух вещах, точно абсолютно болельщики футбола, о футболе, и все знают о политике. На эти темы могут рассуждать все. Причем так угадал, потом сказал, вот, а я говорил. Ну, это ладно, ох, с ним. Но так или иначе, социальные сети, вот эта вовлеченность в политику, не привела ли это к радикализации вообще? Конечно, привели. Конечно, привели. Это очень правильная точка зрения, правильное замечание, если хотите. Очень правильно, потому что, видите, социальные сети, ну, они с одной стороны, конечно, ну, как бы к ним ни относиться, это характерная черта современного общества. Наверное, есть позитивные, масса позитивных последствий широкого распространения, но есть и масса, есть и очень опасные последствия, в том числе возможность для любого человека, независимо от уровня его компетенции, высказывать, и, так сказать, здравого смысла, высказывать свои соображения, которые, не просто высказывать свои соображения, но пропагандировать их. И если раньше, значит, вот два человека или три человека, столкнувшись около пивного варька и обсуждая политические сюжеты, могут нам позволить себе разного рода, так сказать, критические замечания, типа, значит, этот президент идиот, и вообще пора брать вилы в руки или автомат Калашникова и идти, значит, уничтожать противника, ну, вот аудитория, вот она и была, два человека, два собутыльника. А теперь эта аудитория может вырасти в сотни раз. Это, во-первых. Во-вторых, охват аудитории теми средствами массовой информации, которые раньше были ориентированы на определенные социальные группы, и позиция которых зависела от точки зрения этих социальных групп, на которых они работали. И в целом это были гораздо более сдержанные оценки политической ситуации. Ну, я, например, имею в виду позицию, скажем, и тональность таких средств СМИ, как крупнейшие американские газеты. Но теперь резкое расширение аудитории и доступность информации для людей, которые не в состоянии ее оценить. Вот это проблема. То есть люди слышали о чем-то и начинают об этом ну, как-то, значит, замечать эти события, но не в состоянии оценить ту трактовку этих событий, которые дает источник информации. И вот вам очень интересный пример из последней, буквально последней недели и двух. Значит, какой-то американский журнал, не помню сейчас какой, опубликовал результаты исследования, в котором, значит, эти результаты сводились к тому, что российская армия считается самой сильной в мире. Это, естественно, было распространено российскими СМИ как под таким лозунгом, под таким соусом. Значит, на Западе признали российскую армию самой сильной в мире. Что имеется в виду, значит, был проведен опрос общественного мнения в полутора десятках стран, и людям задавался вопрос, какую армию вы считаете самой сильной? Это не экспертом, а вообще общественного мнения. Ну, и вот домохозяйка, скажем, где-нибудь, допустим, в Саудовской Аравии, она что-то слышала о том, что российская армия имеет некие успехи, и, соответственно, говорит, да русские самые сильные, о чем речь? Или наоборот, американцы, или там, я не знаю, израильская армия, ЦАХАЛ, ну, как угодно, да, но спросите человека на улице, какая армия самая сильная, и он вам ответит так, как он слышал по радио, или, ну, по радио сейчас уже, радио, наверное, не слушают, как он увидел в телевидении, или или прочитал в каком-нибудь телеграм-канале, но при этом, вот, считается, значит, трактуется это как признание силы российской армии, в общем, абсолютно бессмысленно. Да, ну, единственное, единственное у меня возражение, вы знаете, вы сказали на пару десятков, да нет, на миллионы. Часто бывает, что вот такие разговоры, вот эти космологические теории о том, что, как и где, там, у них, я вижу, что у них чаще больше гораздо аудитории, чем у серьезного анализа. Серьезный анализ, он меньше пользуется популярностью, просто потому, что скучно. Скучно? Скучно. Скучно. Очень скучно. Конечно. Очень скучно и очень неинтересно. Возвращаемся к теме выборов. Все-таки, чем плохо Харис? Ну, опять же, мне, я ведь могу-то судить только, ну, как-то опираясь на итоги ее деятельности настолько, насколько они мне известны. Ее важнейшая задача, которая ей была поручена во время ее вице-президентства, это решение проблемы южной границы. Она эту проблему не решила. в какой мере это может повториться, когда она окажется президентом, я не знаю. Мне она кажется недостаточно компетентной для того, чтобы руководить, принимать ключевые решения. Все-таки американский президент это не игрушка в руках аппарата, это фигура должна, которая должна быть самостоятельной со своей точки зрения. А какая точка зрения у Харрис? Мне трудно сказать. Судя по ее действиям, она как-то шла вот в предыдущем, на предыдущем этапе ее политической карьеры, она шла в соответствии с левыми установками левого крыла демпартии. Там и тогда, где и когда она могла проявить какую-то самостоятельную, занять самостоятельную позицию. А так, ну, никак она себя не проявила в остальном, будучи тенью Джозефа Байдена. Поэтому очень трудно сказать, что она, какой она будет, какую позицию она займет. Она может занять очень разную позицию. Вот это может быть парадоксально, но она еще менее предсказуема, чем Дональд Трамп, на мой взгляд. Трамп, примерно, его позиция примерно понятна. А вот позиция Харриса, ну, да, она будет проводить примерно ту линию, которую проводил во внутреннем политике Джозефа Байдена, как я думаю, с теми или иными корректировками, но и то же самое во внешней политике. А позиция Байдена, на мой взгляд, сводилась к тому, что давайте вот попробуем не обострять ситуацию, сделать так, чтобы нарыв, который возникает, мы его не будем вскрывать, будем его мазать йодом. А йодом такой нарыв вылечить невозможно. Вот примерно так может действовать Харрис. При этом ее риторика «Мы хотим всего нового, мы за новое общество, за новую политику, за все новое против всего старого». Ну, а что именно иметь в виду под новым? Я не знаю, возможно, это какая-то о чем многие республиканцы и близкие к республиканцам аналитики говорят, нужно новое. Вот новое, что ввели демократы, это массовый приток мигрантов раз и публичная вот эта акцентация чрезмерная акцентация на гендерных проблемах и зачем нам это? И я с ними согласен, зачем им это? Вы знаете, я сейчас вспомнил эту песенку из известного азербайджанского фильма «Советских времен», вы наверняка тоже его видели, «Не бойся я с тобой», чтобы было все по-новому, оставаясь все по-старому. Ну, ну, да. Примерно это же за мной, но так или иначе, у нас же все-таки тоже есть деформация такая, что мы смотрим через призму войны, с точки зрения войны, вот сейчас придется оценить, хотя бы уже это сделали, частично, тем не менее, действия США, и если останется все по-старому, то какова перспектива этой войны? Что касается войны, Харрис, как я понимаю, будет продолжать политику, которая сформировалась Байденом, может быть, чуть более резко, более интенсивно помогать Украине, но ни в коем случае не рисковать чрезмерным обострением отношений с Россией. Вот это политика Байдена, она, в общем, она достаточно понятна. Видимо, все-таки Байден, конечно, наверное, привносил в эту политику какой-то личностный момент, и чрезмерно опасался какой-то реакции, как, ну, слишком жесткие реакции Путина на какие-то действия, хотя этого, наверное, не следовало бы делать, но он это делал, он опасался этого, может быть, Харрис будет менее, менее, так сказать, осторожно, ну, в общем, в этом, наверное, есть какая-то логика в таком предположении, потому как ей нужно показать всем и своему, и американскому обществу, и союзникам, что она все-таки не Байден, она Харрис, она более смелая, более, как бы сказать, более эффективная во внешнеполитической области, но суть не изменится, а вот что будет делать Трампу, мы хоть убейтесь, станем. Скорее всего, ну, наверное, о его позиции может, можно судить по высказываниям Венса, по, значит, публикациям Помпео, там, некоторых других, по публикациям, скажем, Heritage Foundation, можно судить, но скорее это будет описание позиции, советников Трампа и людей к нему близких, но не позиции Трампа какового. Ну, посмотрим, но думаю, что все-таки у Трампа, Трамп достаточно ясно сказал, что он хочет эту войну прекратить, значит, он будет ее стараться прекратить, а вот как, это мы не знаем. Кстати, вот вы уже перешли фактически на ответ на вопрос, с кем опасен Трампа, ну, вот, я для себя такую схему вывел, что если Харрис, вот, Тегамотина, которая по большому счету никуда не ведет и ведет к плохому, то при Трампе есть большая степень вероятности, что все рухнет, ну, я имею в виду поддержку США, и в то же самое время есть степень вероятности, то, что все наоборот вырулись, что поддержка США будет большой. то есть Трамп будет рулетка, наверное, черно-красная. Ну, да, как рулетка, мы не знаем. Я думаю, что и сам Трамп не знает. Ему просто не до этого. Ему нужно любить. Вот это его задача. Поэтому он и всю свою риторику по поводу Украины он строил на противостоянии с Байденом. Его главный тезис заключался в том, что во всем виноват Байден. Во всем виноват Байден, во всем виноваты демократы. Если бы я был президентом, никакой войны не было бы. Ну, я не знаю, может быть так, может быть нет. Но это явно предвыборная предвыборная риторика. Но это не та позиция, не та основа, на которой можно строить какую-то позицию уже после победы, если он победит. То есть это не план действий? Нет, нет, плана действий у него, по-моему, пока никакого нет. Да и не может быть. Ну, Трамп вообще он такой эмоциональный, товарищ. Ну, давайте возьмем крайне 100. Крайнего. А крайний вариант это то, что США прекращают помощь Украине и Украина остается вот тут. Остается ли Украина один на один с Россией? Или все-таки есть вариант, что это будет драйвером для мобилизации Европы, да, ему может унистр там Южная Корея, Япония, еще что-то. Ну, что касается Южной Кореи, я не думаю. Южная Корея, так сказать, Южно-Корейское руководство, как я понимаю, не без интереса следит за тем, как будет действовать вот этот северокорейский контингент в Курской области или где-то еще. Это им очень интересно, я понимаю смысл и истоки причины этого интереса. Будут они помогать Украине, я, честно говоря, не знаю. А зачем? Ну, с другой стороны, представим себе, что северокорейский вот этот экспедиционный корпус, он разбит. И для Южной Кореи это, конечно, хорошая новость, и тогда нужно помочь помочь Украине разбить этот северокорейский контингент. Ну, возможно, и так. Европа. А у Европы нечего, у европейцев нет альтернативы, им придется помогать Украине в большей мере, чем они это делают сегодня. И задача, как я понимаю, стратегическая задача европейцев, это не допустить появления российской армии на белорусско-польской и украинско-польской границах. Вот это принципиальная задача. А значит, нужно помогать Украине. При этом вполне возможно, что с точки зрения европейцев выстраивать оборону под Днепру будет намного проще и эффективнее, чем, например, например, скажем, по нынешней линии соприкосновения. В конце концов, в конце концов, это территория Украины, а не Европейского Союза. Значит, но мне кажется, что европейцы вряд ли пойдут на удовлетворение требований Путина о нейтральном, таком абсолютно нейтральном статусе Украины, на требования об ограничении ее вооруженных сил и так далее. Им не нужна слабая Украина, им не нужна Украина, которая может упасть в руки Путина, как перезревшая яблока. Им нужна Украина, которая будет определенным барьером на пути российской экспансии. Повторяю, Беларусь, ну, Беларусь это Беларусь, значит, ну, по крайней мере, не допустить, повторяю, появление русской армии на границах, на западных границах Украины. Так ведь без нейтрального статуса Украины, без демилитаризации Украины, для Путина эта война теряет всякий смысл. То есть прекратить военное действие и дать Западу насытить Украину оружие? Вопрос в том, что может Путин, может ли Путин этого добиться? Нет, пойдет ли на это Путин? То есть, ну, допустим, сейчас, окей, прекращаем боевые действия, без всяких предусловий, без вообще, просто прекращаем боевые действия и ждем. Ждем год, ждем два, ждем три. При этом есть большая угроза того, что санкции не снимет и Украина наносит оружие. Путин на это пойдет? А что ему делать? У Путина есть слабое место, исключительно слабое место в его военной машине, это неспособность российской военной промышленности производить бронетехнику в тех масштабах, которые необходимы, ну, скажем, для нейтрализации на компенсации котель, я имею ввиду производить новую технику. Значит, что происходит? Это хорошо известно. Техника снимается со складов на востоке страны и ремонтируется, там, приводится в какое-то, более-менее, приличное состояние на заводах и отправляется на фронт. Но эти склады, эти запасы истощаются, уже они истощены, разные есть представления, разные есть оценки, ну, скажем так, примерно на половину. Причем, ну, и понятно также, что в первую очередь снимались с хранения, отправлялись на заводы, потом на фронт, те экземпляры этой техники, которые сохранились лучше других, значит, и которые были более или менее современные. Значит, остается, во-первых, уже серьезно испорченная техника и, во-вторых, уже серьезно устаревшая, там, скажем, танки Т-54, или Т-62, ну, хорошо, а для того, чтобы выстроить, производить новые танки, я повторяю, не ремонтировать старые, а производить новые, вот здесь российская промышленность не в состоянии. Для того, чтобы она была в состоянии, нужны очень серьезные меры по распорению производственных площадей, приема на работу новой рабочей силы, производства компонентов, из которых собираются бронетехники и так далее и тому подобное. Значит, вывод достаточно простой. У Путина нет возможности вести войну бесконечно. Он должен ее завершить где-то в течение, я не знаю, допустим, полутора лет. Это я цифру беру с потолка, но где-то, думаю, не очень ошибаюсь. Раз так, значит, и я думаю, что это все понимают в России. Но ведь, посмотрите, есть подсчеты, более-менее точные подсчеты, тут очень трудно допустить какие-то ошибки, количество ракет, которые используются для обстрелов Украины. Будем говорить, ракет всех типов. Это примерно где-то можно подсчитать производительность российской промышленности ракетной. Это где-то от 150 до 200 ракет в месяц производится. Ну, пусть 300. то есть примерно 10 ракет в день в среднем. Это не такое количество, это серьезное количество, но не такое, которое может поставить Украину на колени. Вот примерно на протяжении всей войны Россия использовала примерно 10 ракет в день. Ну, и производство ракет не увеличивается. А это значит, что промышленность самая такая, казалось бы, самая важная отрасль военная, военно-промышленного комплекса просто невозможно нарастить производственные мощности. И по целому ряду причин, которые, наверное, трудно обсуждать, не будучи в теме, глубоко в теме. Но на факт вышла на плато по производству и по производству ракет. Это показатель. Значит, российская армия как бы находится в двойном положении. С одной стороны, армия приобретает боевые опыты, в ней формируется определенное ядро, скажем, профессиональных военных. прошедших войну, а с другой стороны, этих людей выбивает война, они сокращаются, сокращается офицерский корпус, нужно постоянно туда принимать новых. Это все вызывает серьезную напряженность в армии. Я не говорю сейчас о том, что русские восстанут и скажут нет войны, бросай, втыкай штыки в землю и так далее. Нет, такого не будет. Но боеспособность армии падает. Путин уже не может вести войну. Путин, Кремль, как угодно, Россия, не может вести войну нынешним составом, но одержать победу при нынешнем количестве личного состава, это более полумиллиона воюет в Украине, ну не может, ну потому что вот мы же видим, что он не может это сделать. ВСУ сопротивляется. Да, есть успехи, но это успехи не те, которые могут привести к разгрому вооруженных сил Украины, только в результате ситуации на поле боя, если уж Украина проиграет войну, то проиграет, потому что общество не захочет больше воевать. А такое может быть, конечно, трудно сказать. В общем, Россия не есть некий всемогущий такой бандит с топором в руках, которому невозможно сопротивляться. У этого бандита есть слабые места. Ну, то, что Россия не всемогущий бандит, мы этого видели, но, с другой стороны, вот в начале войны, когда вот первые возникли сложности в России, то мало кто мог предполагать, что Россия вытащит из рукава такой джокер, как Северная Корея. Может быть, еще какой джокер вытащится? Напрашивается Китай, но не факт, что Китай, может, еще кто-нибудь похоже знать, не знаю. Ну, я не думаю. Понимаете, если Россия будет проигрывать, тогда Китай может усилить, конечно, помощь, но вопрос в том, что такое победа и что такое поражение в этой войне, то обстоятельства, что русские заняли определенные территории в Украине, и если, скажем, условием прекращения огня, перехода к какому-то перемирию и так далее, будет признание Киевом потеря этих территорий, пусть временная, но все-таки, ну, да, в России это могут воспринимать как победу, забудут о том, что требовалось вот эти вот практически разоружения Украины и так далее. Может такое? Может. А для Украины я считаю, победа это выживание, это сохранение государственности, сохранение возможности строить свою оборону с помощью союзников, вот это победа. А территории, ну, видите, мы опять возвращаемся к старой проблеме, что вот насколько важны эти территории для Украины. С точки зрения массовой психологии, да, нужны очень плохо, когда бандит отвоевал у вас часть дома и там в нем поселился. Но если вы не можете его выгнать, тогда что делать? Нельзя же позволять бандиту захватить еще часть дома. Да, проблема в том, что бандит не собирается останавливаться по крайней мере сейчас. Ну, или собирается останавливаться уже на очень таких, на тех условиях, когда он сможет захватить другую часть дома дальше и идти дальше. Очень про социал-демографию вспомнили. Очень такой нехороший сигнал пришел в Германии, вроде бы как в Тюринге, ну, что за земля такая, какая-то провинция в Германии. Но там партия Шульца, социал-демократы пошли на... для того, чтобы обсформировать местное правительство. Пошли на альянс леворадикальной партии, вот этой Сары Вагенхнехт, у нее стража стража произносимая фамилия, и, в общем-то, были вынуждены присоединиться таким образом к заявлениям, где было написано не очень хорошие вещи про Украину. Насколько это может стать общеевропейским треком? ровно сказать. Видите, все тюринги, тюринги, а если в Германии на следующих выборах победит христианско-демократический ХДС, ХСС, а там значит МЭЦ, МЭЦ, главный фигурок, ну, а у него позиция гораздо более приличная по отношению к Украине, чем позиция Шольца и вообще социал-демократов. Социал-демократы находятся в упадке, поэтому им нужно, да, им нужно какой-то какой-то союз даже с этой самой фрау Вагенкнехт. Но победа вот на будущих выборах, а может быть они будут даже досрочными в Германии, кто знает, я думаю, что ХДС, ХСС имеют все шансы на победу, а во главе стоит фигура совсем иного типа, чем Ангела Меркель, и что важнее, позиция правительства Тюринги или позиция федерального правительства. Знаете, я, когда были эти предварительные, ну, эти, праймерис, они у них по-другому называются, в ХДС я болел за Мерца, потому что у него самое внятное, и был расстроен, что Мерц проиграл, а сейчас я понял смысл поговорки «Ниткуда без добра». Мерц тогда проиграл нам. праймерис, но ХДС проиграла на выборах. Сейчас бы и Мерц бы, сейчас был бы, если бы Мерц тогда бы выиграл бы на выборах, может, у него бы и не была бы такая позиция по Украине, а сейчас она ужесточилась. Может быть, может быть, ввести хорошие тренды. В итоге, резюмируя все то, что, все, о чем мы тут с вами наговорили, все ясно, что ничего не ясно, да? В общем, да. Будем наблюдать, будем наблюдать за тем, что и как мы сегодня не касались положения на фронте, просто потому, что все, кого интересует ежедневное то, что происходит, я настоятельно рекомендую Юрия Федорова в Брэхпорт-шоу не ежедневно, но несколько раз в неделю. И что мне помогает судить. Ну и, конечно же, ежедневные потом обзоры, которые есть и у нас на канале. Поэтому здесь мы решали гораздо более серьезные глобальные вопросы по глобальной политике. Это правда. Не знаю, насколько решили. Огромное вам спасибо. Никто не решил. Никогда в жизни, в Истоке никто никогда не решил вот эти глобальные... Мы же могли, мы же можем. К сожалению, нет, я как раз таки об этом подумал, что если бы мы уподобили некоторым товарищам, то мы бы сейчас быстренько расписали бы, что при Трампе будет это, при Харрисе будет это, побеждает Трамп или там Харрис. Поэтому вот сейчас мы создали бы образ будущего. Если бы мы вдруг по нему угадали, мы бы гордо говорили, а мы об этом говорили. Но если бы не угадали, тогда просто промолчали бы. Все же, в мире современного мира, это вот так и работает. Еще раз большое спасибо и большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня. Спасибо вам. Приглашаю и смотри. До новых встреч. О, да. Субтитры создавал DimaTorzok